всем привет сегодня я покажу вам новое обновление sky rail это метрополитен в игре sky rail вот попадаем мы в такое депо возле поездов возле советских поездов и вот я захожу кабину так можно кстати не заходите к в кабину и поехать на я хочу зайти в кабину так тут говорят классные туннели все очень классно посмотрим нажимаете на плюсик это кнопка включения кнопка поехали а если минус то это остановка я сам об этом не догадался посмотрел туториал потому что и сам об этом почему-то не догадался я нажимал на плюс минус у меня почему-то ничего не происходило в час работы left right в общем это это левой правой двери и дверь машиниста кабины вау круто интересно как здесь выполнены станции интересно что здесь за метро сделано просто какой-то просто станции интересно какие-то какой-то какой-то метро то есть там киевская там или еще не знаю московская там или не знаю какое метро просто сделано так открываем двери нормальные люди то есть не будем делать как сквозь двери так теперь открываем теперь я получается должен зайти в кабину чтобы все было как по-настоящему хотя я уже влетел влетел как бы до начало видео так как я секунду просто вспоминаю с какой стороны у нас платформа слева и так о вот такая вот станция вот я так понял тут трафика нету поэтому нечего бояться что у нас кто-то влетит вот такая станция идет интересно что там да это просто станция без названия то есть там просто пикселизация ну вот типа это зеленая ветка я так понимаю и вон какая-то станция но все в пикселях окей хорошо я все таки закрою двери просто так у меня будет дистанционное управление поездом вообще я просто модернизированный состав взял себе а жалко жалко тут нету информатора но какой может быть информатор если даже не знаю что это за метро работа снг метро потому что снг похожие метро в разных странах и вот так можно посмотреть как отправляется по правда до меня только дошло что теперь я не могу в него сесть это как-то не продумано немного это не продумано то что теперь я не могу переключиться как в обычных поездах в кабину и все теперь и на этой станции тут остался так давайте там поезд а что и что я не я я сейчас попытаюсь ухты можно в туннеле кстати побродить а я хотел сделать еще эту штуку где попробовать подняться наверх попробовать подняться наверх сейчас посмотрю смогу ли я выйти интересно нет нет этого тут не добавлено жалко ладно уже а я сквозь текстуры провалился так я не подумал совершенно не подумал о том что нет уже этого нету камеры поэтому если поезда уезжает все это уже надо это за ними лететь теперь вот да теперь надо за ним лететь оставайтесь со мной и ставьте лайки слишком медленно конечно он передвигается но персонажи или камера я не знаю как это интересно если я сяду в эту кабину заднюю я поеду назад или нет я ничего не проверял я просто при вас хочу это проверить так вот я нашел поезде поезд в туннеле нет заднюю кабину если я сяду я просто так ладно так а почему здесь нету здесь только до меня дошло что тут нету тут кабина странная какая-то здесь а все нормально здесь есть все таки дверь в салон но она не открывается окей так давайте откроем можем открыть в туннеле двери так подождите это какие двери я открываю стоять сейчас подождите это получается левая надо закрыть правое тоже я могу кстати в качестве пассажира поехать не только стоячего пассажира птиц а и а и и и и и и и и Продолжение следует... Пин в пустынном вагоне. Это классно просто. В пустынном составе. Правда, надо все время держать кнопку плюс, потому что... Когда поезд останавливается, если не держать кнопку плюс. Так. Здесь, так как в поездах междугородних, нету такого, что камера... Что можно посмотреть, как отображается состав, а потом камеру вернуть. В кабину не получится. Вот уже и следующая станция. В принципе, не такое уж и длинное метро. Это станция уже другого... Другого немножко сложения. Ну, то есть уже по-другому выглядит. Ну, вот так выглядит станция. Не буду ее открывать. Хотя, открою я левые двери. Какая она огромная. Это классно. Похоже на станцию Осокорки в Киеве. Немного чем-то. Правда, таких вот фонарей там нету. Но вот это такой потолок похожий. Реально вот... Я... Я... Я вот реально говорю. Я вот смотрю сейчас и похоже на станцию Осокорки. Осторожно. Двери закрываются. Так, а что-то я не то нажал. Любил я в реальной жизни записывать, как поезда отправляются в метро в Киеве. И здесь теперь тоже есть такая возможность. Я просто не сильно далеко отправил в состав, чтобы не ходить далеко. Так, а у водителя двери открываются с двух сторон? Нет, с одной стороны. Только сейчас. Так, я отключил питание. Якобы. Так, теперь зашел. Включаем питание. Ну, якобы. Я просто так вот, как будто бы... Потому что, как я могу ходить по рельсу по вот этому вот? По контактному рельсу, как я могу ходить? Интересно, в качестве пассажира я смогу... Как бы доехать до станции и остановиться правильнее у меня. Мне нравится, мне нравится то, что сделали разработчики в метро. То есть, в этой игре, что есть дополнение метро. Я бы хотел, чтобы было разнообразнее в поездах, в междугородних там, разные пейзажи другие. Но пока что и так хорошо. Не знаю, как я там остановился, но... Па-па-па-па-па-па-па-па. Выходим. Да, я все-таки проехал эту остановку. Я так и думал. Неправильно я остановился. Вот почему говорят, не прислоняйтесь к дверям в вагонах. Притулят из этого в сторону дверей. Небеспечен. Потому что небезопасно, потому что... Я вот, например, открыл мне те двери сейчас. А если машинист перепутает или еще что-то, то можно просто выпасть в туннель, а там... Или не машинист перепутает, а просто сломается какая-то система, и он откроется в туннеле, я не знаю. В общем, это как бы проходящий поезд. Тут такая же станция, в общем, просто копия той, которую мы видели. Той, которую я видел раньше и показывал вам. Поэтому ничего интересного. Диспетчер. Я диспетчер. Проехал... Первым и немного вторым вагоном в станцию. Что делать? Следуйте до следующей станции. Понял диспетчер, следуй до следующей станции. Я покажу вам еще следующую станцию, хотя это, наверное, не столь важно. В общем, я вам покажу следующую станцию и все. Потому что они как бы одинаковые здесь. И сколько здесь станций, я не знаю. Так, дверь я закрою. Я в первом вагоне, так что теперь можно попробовать с помощью вида от пассажирского сиденья, ну, как, видом от пассажира остановить поезд на следующей станции. Мой поезд лечит уже на всех парах на следующую станцию. Я вот не вижу, например, сейчас станцию следующую, когда она там будет. Поэтому мне просто хочется узнать, смогли успею или остановить поезд. А вот уже и станция. Ну, почти, почти, почти. Да, остановил идеально, почти. Так, какая там следующая станция? Какая там станция, вот, которую я сейчас посмотрю. О, а это уже другая станция немного, она уже с колоннами. Она уже с колоннами. Осторожно, двери закрываются. Обережно, двери зачиняются. Наступная остановка. Наступная станция. Поезд проработан классно. Конечно, мне нравится. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.